Взрыв котельной дома в Шахане произошел из-за отключения электричества. Об итогах расследования причин трагедии, в которой погибли 9 человек, сегодня сообщили в правительстве. Это дело взяли под личный контроль президент и премьер-министр Казахстана. Илья Рыбин расскажет подробнее. Первое в 2017 году заседание правительства началось не с запланированной повестки дня. Бахаджан Сагентаев потребовал министра МВД и Акима Карагандинской области отчитаться о причинах трагедии в Шахане. Взрыв, унесший из жизни 9 человек, произошел из-за отключения электричества. Котел рассчитан на предельную температуру 95 градусов, при превышении которой образовавшее давление может вызвать взрыв котла. В день происшествия, в 20 часов 30 минут, отключилась электроэнергия, что привело к остановке насосов системы отопления и повышения температуры в котле выше нормы. В котел Кочегар загружает твердое топливо, которое нагревает воду. От котла идут трубы вверх по всему подъезду, чтобы горячая вода доходила до пятого этажа. И обратно в подвал в системе устанавливают специальный насос. Такой принцип работы отопления считается эффективным, если топить углем. Единственный минус, что сам насос работает от электричества. В случае перебоев со светом вода в системе останавливается. От перегрева повышается давление, что и приводит в большинстве случаев к взрыву. Поэтому при строительстве котельных устанавливают механическую систему сброса давления. В экстренных случаях за этим должен как раз следить Кочегар. Однако пока следствие не назвало виновника взрыва. Сегодня в Шахане из 119 высоток в 17 используют такие же автономные котельные в подвалах. И по сути безопасность людей зависит не только от качества самого оборудования, но и от бдительности Кочегара. Дежуривший на момент взрыва мужчина до сих пор в розыске. По одной из версий он уже покинул страну. За последние 6 лет в Казахстане произошло 28 ЧП, связанных с разрывом котлов системы отопления, в которых погибли 17 человек. Еще 27 получили различные травмы. Я МВД даю поручение совместно с заинтересованными госорганами и акиматами провести ревизу. Сколько вообще у нас в стране многоквартирных домов и социальных объектов подключено к автономному отоплению? Мы должны это четко понимать. Сегодня в правительстве заявили, что причиной взрывов могло стать отсутствие контроля за безопасностью подобных систем отопления со стороны властей. Все дело в том, что раньше этими полномочиями были наделены в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности Министерства индустриального развития. А сейчас этим должны заниматься местные исполнительные органы. После перехода полномочий, как такового контроля, по всей видимости, и не было. Илья Рыбинах, Медиарлиасов, Инфорумбюро, Астана.